24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых братьев Кирилла и Мефодия, просветителей и создателей славянской азбуки. Сегодня представители всех славянских диаспор, живущих в нашей стране, возложили цветы к памятникам Штефана Великого, Александра Пушкина и основоположников славянской письменности. Такая замечательная церемония возложения цветов сразу к нескольким памятникам проходит по случаю отмечаемого сегодня в славянских странах Дня славянской письменности и культуры, дня, который подчеркивает культурную близость, культурно-духовную близость славянских народов. Действительно очень важный и значимый праздник для республики, на территории которой проживают сразу несколько народностей, этносов, представители которых являются носителями славянской культуры. В церемониях возложения цветов участвовали представители диаспоры Украины и Беларуси. Они напомнили, немало деятелей культуры Молдовы несли свой вклад в развитие славянской письменности. У нас многое объединяет всех жителей Молдовы, но вот славян, которые присутствуют здесь и проживают в Молдове, объединяют слово. Наш земляк, молдаван, румын и украинец Петро Мавилы, митрополит, который стал продолжательным и не то, что очень много вложил, а стал тем первым, кто письменность и культуру эту продвигал и, так сказать, был основоположником здесь у нас, в Молдове. Во многих городах Молдовы и селах имена знаменитых, выдающихся славянских мыслителей увековечены в памятниках, названы улицы, учебные заведения, театров. Поэтому вот с днем славянской письменности и культуры. Присутствовал на церемонии празднования Дня славянской письменности председатель партии социалистов Игорь Дадон. На своей странице в Facebook политик отметил, что Молдова – многонациональное государство, где славянские народы живут столетиями. Память об этом дне чрезвычайно важна в нашей стране, поскольку в многонациональном молдавском обществе славянские народы представлены в большом количестве. Они столетиями живут на благословенной молдавской земле, обогащая нас своей культурой и традициями, подчеркнул Игорь Дадон. Славянская письменность появилась в IX веке благодаря братьям Кириллу и Мефодию. По имени одного из них и был назван новый алфавит. Братья православные монахи не просто создали азбуку, адаптированную к славянской группе языков, но и перевели Евангелие, Псалтырь и многие богослужебные книги, и тем самым открыли путь к духовному, культурному, общественному и государственному развитию славянских народов.